Мы снова в большой туре. Тишина покинула эти края. На всех улицах поселка раздаются строительные звуки. Звонкой протяжно заводит свою шарманку циркулярная пила. На ходу ее подхватывает болгарка, последний аккорд за стуком молотка. По улицам Школьной Ингодинская шесть строительных бригад первым делом заменили крыши домов и поставили новые печи. После прогремевших здесь взрывов в конце апреля восстановительные работы идут полным ходом. Строй материалов у нас поставляет централизованная администрация Большитуринского и Каримского районов. Никаких простоев из-за отсутствия материалов нет. Первые дни, конечно, было немножечко, но это всегда так праздники были на рабочие дни. В доме Людмилы Потапенко ремонт печи уже практически заканчивает. Хозяйка ждет, не дождется, когда наконец-таки протопит холодную избу. Остается только побелка и уборка. Но это мелочь по сравнению с тем, что пережила бедная женщина. Тут день у Людмилы Яковлевны вспоминается слезами на глазах. Страшно, говорит, было. Прятались, как могли. Одевались, доспали, как спасались. Потом маленько печку подладила, протопила. Вот так и спасались. В какой бы мы дом ни заходили, везде нас добродушно встречали хозяева. Растрепанные волосы, лицо в извести, а в руках кисть. Говорили о том, что даже такая трагедия не сломила их. Они вновь, несмотря на свой возраст и здоровье, обустраивали домашний очаг. Тамара Тюкавкина 40 лет проработала в школе. Сначала учителем, а потом директором. Как сама она говорит, что нынче учителя паши не те. Работать в районах никто не хочет, а ведь она за свою жизнь и помощи не просила. Все сама да сама. Ой, да не надо мне ничего. Я все потихонечку сделаю. Все потихонечку. Кисть мне нужна только. Пойду сейчас к кавалерке. Это самое. У него есть. Мы не могли не заехать к Екатерине Медведевой, у которой были сразу после взрыва. Когда разрешили заселиться в свои дома, она не знала, с чего и начать. Рассады с помидорами на окнах замерзла, куча мусора и пыли. А сегодня Екатерину Николаевну мы застали за плитой. Говорит, что готовить на новой печи только в радость. Суп быстро закипает. Ну, конечно. Или на плитке ее не дождешься, или на печке. Строители полностью отремонтировали крышу дома. Правда, окна хозяева сами завешали полиэтиленовой пленкой, которую выдала местная администрация. А вот о материальной помощи, о которой заявляли крывые власти, Екатерина Николаевна слышит впервые. Конечно, нет. Никто ничего нам не давал. Никаких денежек. Кто нам даст? Никто не давал. Не знаю, дадут, не дадут. В администрацию местные жители стали приходить все чаще. Интересуются, когда же начнется восстановление хозяйственных построек и заборов. Хотя у народа это вызывает наибольшее возбуждение. Потому что сейчас огороды садить надо и что-то проще. Люди идут, когда что. Но пока не ясно. Вопрос с финансированием. Пока денег-то не поступило. На сегодня строители тоже работают все под честное слово. Специалисты Министерства труда и соцзащиты Забайкалья подсчитали, что ущерб от повреждения в селах Большая Тура и кадахты из-за взрывов на военных складах составляют свыше 700 тысяч рублей. Медведев подписал постановление, например, на 77 миллионов. Но туда, видимо, и социалка входит, и ремонт, и восстановление. Но минуя школу, а школа отдельно придет. Потому что там сумма очень большая. Но пока они на место не пришли. И как будет распределяться между строителями, тоже пока я, допустим, понятия не имею. Школа, садик, библиотека восстановлению не подлежат. Власти обещали построить новую школу уже к сентябрю. А пока учеников досрочно распустили и отправили отдыхать в курорт Дарасун и в лагерь Чайку. 9-й и 11-й классы будут сдавать экзамены в Карымском. Для жителей Туры покосны, чем вряд ли начнется удачно. Считай, половина всей территории просто сгорела. А где-то местами до сих пор сохраняется угроза самопроизвольных взрывов, разбросанных на десятки километров боеприпасов. Екатерина Вершинина, Максим Албачев, ЗАПТВ.